Субтитры делал DimaTorzok Напомню, что плохой обзор это не обзор на плохое. В плохом обзоре я говорю о хороших или как минимум неплохих фильмах. Стараюсь подметить и хорошие стороны и негативные. Итак, фильм «Я худею». Вечер в хату, басота. Ну а пока наша главная героиня худеет, я готов посоветовать вам игру с ультра толстой графикой, качественным геймплеем и командным духом. World of Warships. Только в этой игре ты можешь чувствовать крепкое плечо союзника, который всегда прикроет тебя или бросится на выручку в трудную минуту. Неплохо, правда? А теперь давай прибавим к этому интересный геймплей, шикарные морские пейзажи от южных островов до северных широт, а также возможность строить базу, прокачивать корабли, топить, дамажить и иногда ваншотить врагов. А совсем скоро бои мира кораблей приобретут совершенно новый окрас, ведь в игру ведут подводные лодки. Жизнь в World of Warships кипит, ведь стартует новый игровой сезон. Всем желающим стать командиром судна, рекомендую регистрироваться по ссылке из описания, ведь тогда ты сможешь получить крутое игровое имущество. Неделю премиум аккаунта, премиум крейсер, аврора и аж миллион кредитов. Поспеши, подводные баталии уже скоро. Успей прокачать аккаунт в World of Warships. В начале фильма нам демонстрируют кадры с главной героиней под музычку. Найди меня, мама, на фото, чтобы слова сыгревали улыбкой этой зимой. И как это ни странно, но не самый плохой фильм начинается с проблемы. Вот эта вот вся малосвязанная и малопонятная хрень, это вся предыстория и самой героини, и взаимоотношения героини Анны и ее парня Жени. Все это уложили примерно в 40 секунд. Это как минимум очень странное решение. Ведь по сути на расставании героев будет строиться весь сюжет и вся драма в фильме. Героиня именно из-за этого будет испытывать душевное терзание. Поэтому хотелось бы, чтобы создатели чуть-чуть хотя бы больше посвятили времени раскрытию взаимоотношений главных героев. Они вот так вот скомканно по-быстрому за 40 секунд. Эту часть фильма некоторые вообще не заметили, наверное, даже. Хотя этот же фильм вышел при поддержке Министерства культуры. Поэтому без принципа, да похуй, обойтись, видимо, не могли. Ладно, и так сойдет. Это обязательное условие. Ну а полноценный сюжет стартует с того, что Сашка Бортич на максималках в образе своей героини Анны страдает от того, что она недовольна своим телом. Вроде не ел ничего. Когда это все, блин, появилось-то? Это, к слову, не грим и не монтаж. А актриса действительно специально набрала вес для этой роли. Набрала 20 килограмм за полтора месяца. За что, конечно, могу выказать уважение. Но стоила ли это роль того? По моему мнению, нет. Это абсолютно проходная роль и проходной фильм, который забудут через неделю. И лично, по моему мнению, так истязать себя ради этого не стоило. Но все равно, вот такая вот подготовка к роли достойна уважения. Аня, как вы поняли, очень переживает из-за своего веса. Что странно на самом деле. Потому что, во-первых, далеко не всем нравятся худые девушки. А во-вторых, и вправду любые изъяны можно превратить в достоинство, подобрав правильную одежду. Героиня вроде как это понимает. Подберу правильное платье, и никто ничего не заметит. Но все равно надевает вот такое платье. Зачем создатели внесли в сценарий эту фразу про платье, а потом заставили героиню делать обратное? Хуй его знает. Живет Аня вместе с парнем, который спортсмен и тренер. А собираются они сейчас на свадьбу его друга. На которой, конечно же, будут одни спортсмены. Ну кайф! Там полно народу будет! Все с фитнес-индустрией! И Женя не хочет, чтобы на таком мероприятии с ним присутствовала его девушка. Можно даже сказать, что он ее стесняется. Поэтому, как бы ненавязчиво оставляет ее дома. Если не хочешь ехать, оставайся. Я сгоняю один подарок, подарю, речь столкну и приеду. Ну ты не да! Аня, конечно же, переживает по этому поводу. Хотя переживать по этому поводу абсолютно не стоит. А наоборот, нужно сделать выводы и просто моментально послать его нахуй. Потому что есть принципиальная разница. Мол, если ты скинешь парочку килограмм, ты будешь мне нравиться еще больше. И я тебя стесняюсь, потому что ты толстая. В девушке, конечно же, зародились комплексы на почве лишнего веса. И она решила худеть весьма странным способом. Я уверенная, красивая, стройная. И всем нравлюсь. Жалко, что это работает только с водой, а не с маслицем, например, да? Но душевные терзания героини только нарастают. Ведь Женя, будучи полным мудаком, уже тусуется там с какой-то девушкой. И Аня их там уже поженила, проведя расследование по соцсетям. Вообще, девушки и соцсети это страшное сочетание. Они могут на основании того, что ты сделал репост какого-то тупого мемаса, прийти к выводу, что Гитлер жив, и ты с ним сотрудничаешь. И вы вместе специально создали такую страну, как Израиль, дабы там собрать всех евреев вместе и разом уничтожить. Но в этот раз это, конечно, будут не просто тупые догадки. Поэтому Аня срочно выдвигается на спецоперацию по уничтожению соперницы. Моя сейчас будет твоя, сука, жопа драть! И о совпадении! Прямо на выходе из тоннеля она встречает свою подругу, или, как здесь говорят, братишку. Садах, поехали быстрее, а? Вау. Блин, что, стрёмно, да? Братан, вот это вот стрёмно, а у тебя секси-хат. Братишка! Вот это вот стрёмно, а у тебя секси-хат. Оъебал, блядь. Серьёзно, такое ощущение, что местами, именно местами, они вообще не парились над сюжетом. Поэтому некоторые персонажи просто появляются там, где нужно. А герои просто ведут себя, как будто так и надо. Серьёзно, это решается очень просто. Аня должна была сказать, «О, Наташа, привет! Как хорошо, что ты здесь!» И дальше продолжить свой текст, чтобы намекнуть зрителю, мол, это случайная встреча. А так получается, что она как будто знала, что Наташа там её прям обязательно будет ждать. Хотя на самом деле по сюжету это не так. Если бы добавить вот эту фразу, тогда бы никаких вопросов не возникало. Всего лишь одну фразу нужно было добавить. Подруга, конечно же, поддерживает Аню. И решает её подвести, и улица, по которой, исходя из поливалки, недавно прошли нацисты, приводит их в кафе. В котором Женя уже подцепил девушку, которая ничего не говорит, а только смеётся и вертит задницей. И исходя из её смеха, я делаю вывод, что она... Аня решает в лице в танец, и создатели как бы сопоставляют её и ту девушку. Делая, по сути, прямой намёк на то, что вот это красиво, а вот это нет. С ней танцевала, со мной не хочешь? Что странно, потому что понятия красоте у всех разные. А во-вторых, вы же снимаете фильм слегка не об этом. Здесь нужно было акцентировать внимание на эмоциях Жени, таким образом раскрывая этого персонажа и его отношение к Ане. А вместо этого, создатели умышленно или неумышленно создают завуалированный посыл для зрителя, который идёт вразрез с посылом всего фильма. Ну а дальше создатели неплохо встраивают в диалог, пусть и простенькую, и немножко вторичную шутку, а также образ, который в большинстве фильмов выглядит не комично, а омерзительно. Но вот здесь он как раз скорее веселит. Скажи мне, я тебя люблю, ты мой космос, моя вселенная. А вы знаете, что вселенная постоянно расширяется? Мы удаляемся друг от друга, лично я в ужасе. Единственное, чего я не понял, это то, как вот этот парень сюда попал. Ведь со слов Жени, здесь собрались спортсмены. Видимо, это чемпионы России по отжатию мобил в подворотнях. Умеете? Могёте просто. В общем, Женя решает бросить главную героиню из-за её веса. Давай расстанемся. После такого, Аня, конечно же, отправляется на автобусе в мир страданий. Хотя, на самом деле, если, конечно, подобное происходит в реальной жизни, это не повод для грусти, а лишь повод, наоборот, обрадоваться. Ведь если вас человек бросает из-за лишнего веса, он вас 100% бросит и в другой, более тяжёлой ситуации. Поэтому просто моментально выбрасывайте его из памяти. На этом жизнь не заканчивается. А наоборот, вы лишь вовремя вылечили болезнь. Сквозь довольно симпатичные кадры, Аня входит в дом. Слова согревали улыбкой этой зимой. Где её мама гоняет чаи с мужчиной, в которого она влюбилась. И тут снова начинаются проблемы. Эта сцена лично мне показалась излишне затянутой. Её можно было бы сократить вдвое, и мы бы ничего не потеряли. А время посвятить чему-то более важному. Тем не менее, в этой сцене проскакивают и лёгкие, неплохие шутки. И вот в 50 лет сидеть на кухне со смурфиком залипать? С каким смурфиком? С синим. Ближе к вечеру Аня вспоминает былые времена, когда она была худой. И на неё медленно накатывает депрессия. Её решает поддержать подруга. Поэтому Аня отправляется к ней. А создатели радуют зрителя действительно красивыми кадрами. Выглядит всё действительно симпатично. И одно дело снять красивую природу, а другое виды города так, чтобы это выглядело тоже красиво. Да, здесь нет ничего сверхъестественного. Но для комедии это выглядит вполне неплохо. Наташа пытается поддержать свою подругу, но та всё глубже и глубже уходит в депрессию. Пожалуйста, смотри, ты свободна. Окунись в работу. И мы снова видим симпатичные кадры. Мокрая девочка танцует. Всё. Всё. Которые, к тому же, ещё и полезны для сюжета. Ведь мы как бы понимаем, что из-за чувств, которые погрузилась главная героиня, жизнь стала проходить мимо неё. Но подружка у неё, конечно, очень классная. Поселила её на открытом балконе. Наверное, чтобы её там нахрен сожрали комары. Можно к тебе влететь? Там свет горит. Нет, улетай. Ну можно влететь? У тебя сок есть, я хочу туда сесть. Кыш, отвали. На самом деле, она, конечно же, решает её подбодрить. А Аня решает худеть, дабы вернуть Женю. Что для сюжета нормально, но, конечно, звучит просто как наитупейшая идея, серьёзно. Примерно как короновать Путина, чтобы уровень жизни в глухой сибирской деревушке был как в Великобритании. Аня направляется в спортзал, где создатели решают экранизировать видосики из интернета, а-ля первый день в спортзале. Но в принципе, в принципе, всё это выглядит неплохо и смотрится легко. Хоть и слегка вторично. Вот после тренировки героиня решает устроить бомбардировку своего организма калориями из фастфуда. Сначала мы добавим немного подливки в пюре. О, так. Сыра из сада. Прямо из промежности. Замечательно. Как насчёт чесночной соли? Пожалуйста, маа. Я попросил поваров проявить особое внимание. Подруга же не оставляет попыток ей помочь, поэтому отбирает у неё еду и решает стать её диетой. Я теперь твоя диета. Пэм-пэм. Но стоит ей только отвернуться. У меня два вопроса. Во-первых, зачем вы храните хлеб в холодильнике? И, собственно, что вы вообще делаете в моём холодильнике? Вы что, хотите кушать? А? Героиня целый день старалась держаться, но к середине дня срывается. Момент того, как героиня срывается и набрасывается на сладкое, тоже сделан в довольно лёгкой и забавной манере. А после они понимают, что ей не справиться в одиночку. И даже подруга ей не поможет. И поэтому записывается в клуб анонимных обжор. И тогда он, ослабев от голода, метнулся от холодильника к шкафу поискать буклет доставки еды. Но нашёл лишь один. Из веганского кафе! Веганских кафе не бывает, да? Нет, не бывает. Или бывает! Салат! Салат! Там она встречает человека, который изменит её жизнь. Николая. Да нет, к счастью, не этого, вот этого. Который, кстати, исходя из его вопроса, что этот клуб будет выглядеть как тот клип, который согревал душу всем подросткам когда-то. Но нет, они, блин, даже не могут определиться с названием этого клуба. Просто какое-то другое название дать. Да, мы можем дать нашей группе особое название. Значит, стройный. Эй, похудей! Адипышка! Что вы орете? Что вы шумите? Что вы паникуете на весь город? Коле очень нравится Аня и он предлагает ей худеть вместе, придумав какой-то супер хитрый план. Пожрать хочешь, звонишь в спонсор, проговариваешь ему всё и тебя отпускает. Хотя, на самом деле, для того, чтобы похудеть, просто бери, вставай и Беги, сука, беги! И вот тут, наконец, начинается то, почему фильм имеет такое название. И вместе с этим в фильм врываются две проблемы. Одна, поменьше. Процесс похудения это просто нарезанные кадры под музычку и закадровый текст. Наша первая пробежка была очень долгой. Когда хотела есть, звонила Коле. Он меня поддерживал. Вода ушла, килограммы нифига. Но нельзя просто так взять и впихнуть поверх фильма закадровый голос главной героини, которая всё объясняет. Это самый простой приём. Но даже не в этом проблема. Чтобы это выглядело нормально, это должно быть чем-то обусловлено. Пример, когда этот приём смотрится нормально. Фильм Марли и я. Прочитал свежий опус Себастьяна и завидовался. Не заметил, как Марли сгрыз поводок. Нашёл седой волос у Дженни, купил ей цветы. По дороге в аэропорт родители рассказали, как они хотят внуков. Привязал Марли к столу. Попытался написать о чём-то кроме Марли. Да, нифига. А в чём разница, спросите вы? В этом фильме главный герой журналист. И ведёт колонку о своей собаке. И он не обращается напрямую к зрителю, а как бы читает свои статьи, не ломая при этом четвёртую стену. Здесь же героиня напрямую обращается к зрителю, поясняя ему что-то. И это начинает попахивать халтурой. Ведь так, естественно, намного проще, чем снять всё так, чтобы зритель и без пояснения всё понимал. Но это мелочи на другом фоне. Весь процесс похудения занимает от силы полторы минуты. И это просто нарезка кадров под закадровый текст. Кузов подправьте. Можно выставлять на продажу. И всё, героиня худая приходит к бывшему парню, а тот ей уже интересуется как раньше. Почему, по моему мнению, это большая проблема, скажу чуть позже. Далее мы фильм чуть подсократим, так как, в принципе, там далее ничего особо примечательного не будет происходить. Героиня находит в себе истинные причины комплексов. А именно всё это связано с тем, что она с детства живёт без отца. Далее она едет к нему, они вспоминают прошлое, вспоминают, как он ей танцевал, но диалог не сложилось, отношения наладить не получилось, поэтому они возвращаются обратно. И вот тут мы подходим к тому, почему в похудении была проблема. Коля уже думает, что он понравился Ане. Но к ней приехал Женя, они переспали, это увидел Коля, расстроился и ушёл. А героиня пришла к выводу, что Женя ей больше не нужен. Ну иди, побегай, поплавай. Я же уйду, Ань. Вот тут и проблема. Сложно понять чувства героини. Вернее, не понять её чувства. Чувства-то понятны, и смысл, и посыл понятны. Сложно поверить в её чувства. Потому что всё изменение героини выглядит слегка странно. Да из-за этого и посыл немного смазывается. Проблема в том, что мы не видели, как героиня боролась сама с собой. Тяжёлые, изнурительные тренировки и прочее. Нам это не показали. Мы об этом лишь догадываемся. Поэтому изменение главной героини выглядит слегка странно. Да и посыл из-за этого немного смазывается. Далее главная героиня помирится с отцом, примет нового ухажёра своей мамы таким, какой он есть. Ведь мать с ним чувствует себя по-настоящему счастливой. Поругается с подружкой, а потом помирится с ней. И вот, кстати, может быть, это я, больной, испорченный ублюдок? Но вот эту сцену создатели выстроили максимально странно. Это больше походит не на дружбу, а на лесбийскую любовь, в которой, конечно же, тоже нет ничего плохого, но по сюжету-то героини подруги, а не любовницы. Но вообще, конечно же, как один братишка мог бросить другого? Это же невозможно. Не в том смысле, что они сиамские, а в том, что у них очень крепкая дружба. И здесь в сюжет тоже вшит довольно правильный посыл. Нужно не только требовать, но и отдавать. Ну и, конечно же, Аня сначала поругалась с Колей, а в финале помирится с ним. И подытожит весь фильм правильными словами. Мол, любите себя такими, как вы есть, не бойтесь потерять мудаков и не будьте мудаками. Ведь если пытаться выразиться речами этого фильма, если вокруг тебя много крошек, и ты ценишь девушек только за внешность, не факт, что ты мачо. Возможно, ты ёбаный батон, и IQ у тебя соответствующее. Ну хлеб это такой классный вообще! Да и вообще. Худея не клето, а для себя. На этом фильм подошёл к концу. Что же можно сказать в целом? Это не самая плохая комедия российского производства. Да, она не на высшем уровне, но среди кучи однотипного и отвратительного дерьма она всё-таки выделяется. В неё зашит и более-менее правильный посыл с здоровым бодипозитивом, без ухода в крайности и дебилизм. Здесь есть, пускай и не особо яркие, но более-менее адекватные персонажи, которые, как минимум, не раздражают. Единственное, что я бы не назвал это в полной мере комедией. Да, безусловно, этот фильм изначально заявлен как драмедия, но здесь как-то получился всё-таки больше уклон именно в сторону драмы. Но этот фильм не сильно портит, ведь здесь присутствует и юмор, который вряд ли заставит вас смеяться, прямо хохотать, но и не будет раздражать. Это довольно лёгкий для восприятия фильм с правильной идеей, которая, к сожалению, не раскрыта до конца. Поэтому создателям пришлось это тупо проговаривать, что, конечно же, является серьёзным минусом и недостатком. Но всё же на фоне всего другого, что у нас снимают, а-ля бабушка лёгкого поведения или ну здравствуй Оксана Соколова, данная картина смотрится куда лучше. Честно говоря, актёры, молодые актёры, смотрятся не особо убедительно. Александра Бортич одинаковая во всех фильмах, как всегда. Евгений Кулик это вообще не актёр, а инстаграм-блогер. Но спасибо, что позвали хотя бы его, ведь он, по крайней мере, обладает какой-никакой харизмой. Поэтому, конечно, сразу виден контраст между профессиональными актёрами и просто популярными личностями, которые хотели бы быть актёрами. Зачем сюда пригласили Шнурова, я вообще не понял. Несмотря на всё это, могу сказать, что если наши фильмы будут двигаться примерно в таком же направлении, то, возможно, мы скоро придём к чему-то по-настоящему хорошему. Этот же фильм, он и не хороший, и не плохой. Это более-менее нормальное смотрибельное кино. Лёгкая картина, которую вы забудете через 15 минут после того, как выйдете из кинотеатра. К этому фильму, конечно, можно было подойти более скептично и докопаться до каждого косяка, коих тут намного больше. Но делать этого не хочется. Ведь у меня, на самом деле, не стоит задача смешать с дерьмом любой фильм. Только потому, что он снят у нас. Если вы не посмотрите данный фильм, вы абсолютно ничего не потеряете. Но если вы его решите вечерком взглянуть, плеваться от него вы тоже вряд ли станете. Но если вам понравилось это видео, можете поставить лайк и подписаться на мой канал и на группу ВКонтакте. если еще этого не сделали и посмотреть один из предыдущих обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok